Будьте здоровы и будьте осторожны! Они начинают просыпаться. Петербургский комитет по здравоохранению призывает горожан подготовиться к началу эпидемического сезона клещевого вирусного энцефалита. Пик активности клещей придется на май-июнь, но принимать меры нужно уже сейчас. А главный способ противостоять энцефалиту, по единодушному мнению специалистов, это вакцинация. Вот когда сделать прививку, чтобы она была максимально эффективна? Как долго действует иммунитет? Имеет ли смысл ревакцинация? Эти и другие важные вопросы мы зададим заведующим консультативно-диагностическим отделением инфекционной больницы имени Боткина, врачу-инфекционисту Ольге Соколовой. Ольга, доброе утро! Доброе утро! Но если говорить о клещевом энцефалите, то когда нужно сделать эту самую прививку? Правда ли, что ее нужно делать еще до начала сезона активности клещей? Совершенно верно. Во-первых, я основываюсь на том, что вакцинацию от клещевого энцефалита нужно проводить. И это важно. Потому что в России в 2019 году было 48 регионов эндемичных, то есть особо опасных по клещевому энцефалиту. Соответственно, всем, кто любит загородную активность, дачникам, любит собирателям, всем, кто любит проводить время в городских парках, необходимо вакцинироваться. И, конечно, это нужно делать до активности клещей. Потому что вакцинация с клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Полная вакцинация. Соответственно, после второй вакцины формируется иммунитет на год. Потом нужно делать третью вакцину, и иммунитет будет продолжен. Соответственно, после второй вакцины иммунитет будет сформирован через две недели. А с каким временным промежутком нужно делать? Сейчас я остановлюсь. Соответственно, за две недели до сезона вы должны уже пройти вторую вакцину. То есть в середине апреля, получается, где-то? Да, совершенно верно. Потому что мы считаем, что первое тепло к нам приходит на первомайские праздники. Соответственно, мы уже должны быть готовы. Вторую вакцину мы должны делать в середине апреля. Но сейчас мы еще успеваем. А если человек никогда не вакцинировался от энцефалита? Это именно про то, что никогда. То есть мы начинаем вакцинацию. Например, в середине марта. Через месяц делаем следующую прививку. И через год делаем третью прививку. Мы вакцинированы полностью тогда. И уже на три года. Соответственно, есть экстренная схема вакцинации, которая поможет тем, кто еще не успел сейчас вакцинироваться. Можно вторую вакцину делать через две недели. А насколько она легко переносится, извини? Вакцина достаточно хорошо переносится, на самом деле. Бывает небольшое недомогание, что нормально для любой иммунизации. Может быть, небольшой субфибрилитет. Но в целом вакцинация от клещевого энцефалита переносится очень прилично. А с какого возраста можно вакцинироваться? Нельзя вакцинироваться только детям до года. Уже начиная с одного года можно вакцинироваться. Там будет немножко другая дозировка, не такая, как у взрослых. Но в целом вакцинацию уже можно проводить. Ну вот сейчас в России действительно заметно выросла популярность внутреннего туризма. Вы уже упомянули эндемичные районы. Вы назвали достаточно большое количество регионов. Да, большое количество. Если посмотреть карту, она есть в интернете. На самом деле карта активная нашей страны, где красным и желтым цветом выделены зоны очень опасные, чуть менее опасные, причем, а в энцефалит. Например, самый агрессивный в этом случае. Из туристических зон, скажем так. Ну, все по-разному любят отдыхать. Это тоже будет достаточно активная инфицированная зона. В первую очередь, это восточная и западная Сибирь, южный Урал. Вот это самые красные, ярко-горячие регионы. Ну, Алтай в том числе, вообще горные массивы с лесами, с большим количеством лесов, они тоже, в общем-то, достаточно опасны. Поэтому всем планирующим походы и какие-то мероприятия, вот это все, что сейчас стало очень популярно, конечно, нужно вакцинироваться обязательно. А в Ленинградской области какие районы являются наиболее такими пендемичными? Эта ситуация меняется от года в год. В целом, клещевой энцефалит встречается, безусловно, в Ленинградской области, может быть, не так часто, как вот в тех регионах, в которых я сказала. У нас есть другая проблема, которая связана с укусом клеща. Это клещевой боррелиоз, болезнь Лайма. Да, да. Вот, соответственно, все равно люди должны быть настороже. И хорошо бы быть уже вакцинированным клещевым энцефалитом, чтобы об этом не думать, чтобы заниматься следующей проблемой, если у вас укусил клещ. Подождите, но от клещевого боррелиоза, насколько я знаю, прививок не делают. Вы совершенно правы. Почему? Да, от клещевого боррелиоза не существует вакцинации. Клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, в отличие от клещевого энцефалита, которые вызываются вирусами. И он вызывается очень сложными бактериями, неизменчивыми, поэтому есть сложность разработки вакцины, она до сих пор не разработана. Но существует эффективная профилактика. После укуса клеща, если он инфицирован боррелиями, возбудителем клещевого боррелиоза, для этого нужно просто вовремя обратиться к врачу, и профилактика будет назначена. Тут нужно быть просто внимательным и вовремя заметить клеща. Что нужно делать в первую очередь, если мы заметили на себе клеща, и тем более он нас укусил? Какие вещи в первую очередь нужно сделать? Во-первых, очень важно заметить клеща. Это первое. И вот эти рекомендации, которые мы все знаем еще из советских варьев, о том, что нужно вовремя осматриваться, раз в час проводить, если вы в лесу смотрите внимательно, нет ли на теле клеща, это очень важно. Потому что считается, что если клещ присасывается менее часа, то он вообще не способен ничем инфицировать. А если клещ уже присасывается больше 24 часов, только 24 часов, больше суток, то тогда он уже в состоянии передать клещевой боррелиоз. Если вы заметили клеща, то нужно приехать в больницу Боткина с этим клещом. Если это до 4 часов, то поликлинику в больнице Боткина. Если после 4 в приемный покой, сдать клеща на обследование. Это очень важно. То есть самостоятельно его достать? Вы можете не доставать, вы можете приехать с клещом на теле. Если вы уже достали, так случилось, то приезжайте и принесите его в коробочки. Соответственно, принести и сдать на обследование. После обследования, которое в случае клещевого энцефалита выполняется в течение 24 часов, а в случае клещевого боррелиоза в течение 3 суток, вам позвонят, если будет возбудитель обнаружен клеща, и пригласят на визит к врачу. И там уже будут даны рекомендации, которые сейчас существуют. Все понятно, будем внимательны и будем бдительны. Большое спасибо за эту беседу.